В день памяти благоверного великого князя Александра Невского, глава Симбирской новоспасской митрополии, осветил место будущего строительства. Тогда же провели церемонию закладки мемориальной капсулы. Это было в декабре 2021-го. Сегодня каменный храм готов на одну треть. Об этом владыка сообщил главе региона. В свою очередь Алексей Русских отметил, святыня станет не только украшением города, но и памятью о подвиге святого Александра. Ульяновский был знаков. И для всех, что Александр Невский является небесным предправителем сухопутных и москвой пехоты, сухопутный путь и маркетов, военно-московый путь для нас сейчас особенно. Есть такая особенность, что коробка, собственно говоря, кирпичный канал, это то, что строится достаточно быстро, очень обушевительно смотреть на то, как она строится. Потом начинаются самые такие сложные вещи, самые затратные. Это сделка, это подключение коммуникаций, это коробля, купола, колокольни, колокола, не говоря уже о внутренней мере храма. Строить помогают соседи из Оренбурга. Дело продвигается достаточно динамично. Сейчас уже частично готовы стены. Высота храма вместе с куполом и крестами достигнет почти 60 метров. Завершить все планируют к 2024 году. Тогда же и осветят алтарь. Если будет угодно Богу, потому что наше одно желание не совпадает с теми возможностями и с той обстановкой, которая происходит каждый день. То есть растут цены, где мы не успеваем. Если мы кирпич раньше брали, значит, в декабре по 19 рублей, с 1 января, значит, нам цены подняли 21 рубль кирпич, значит, с марта месяц уже 23 рубля. Сюда же можно отнести рост цен на расходные материалы, аренду строительного крана. Константа все же есть, рабочая сила. Стоимость на услуги строителей остается прежней. Так, объединив силы, храм успеет в срок открыть свои двери для прихожан. Кроме того, как подчеркнул владыка Лонгин, здесь должна появиться воскресная школа, библиотека и ухоженная территория для прогулок всей семьей.